1147 кинокартин. Именно столько предстоит просмотреть отборщиков Меридиана Тихого за 91 день и выбрать лучшие из них, те, которые покажут в рамках программы фестиваля. Из 92 стран пришли картины, причем вот в этом году заметна такая явная тенденция, возникшая интерес к нашему фестивалю у Африки, у африканских стран. Президентом Меридиана встанет Александр Роднянский. Состав жюри их председателя пока назвать не смогли, над этим еще работают. А вот с площадками уже определились. Открытие пройдет на Приморской сцене Мариинского театра, закрытие в кинотеатре «Океан». Показы будут проходить в разных точках города. В этом году два зала «Босфор» и «Уссури» в кинотеатре «Уссури», в которых тоже будут идти кинопоказы. Галерея «Арка» – наша постоянная традиционная площадка, и мы сейчас готовим, не будем пока называть, но очень интересный фото-проект. Вот прям вот еще пару недель и уже нам все подтвердят. А вот то, что мы всегда любим. Вот открытый кинотеатр – это тоже наша традиционная площадка и тоже любимая. Режиссером обеих церемоний впервые выступит Вячеслав Стародубцев. Известен уже и фильм «Закрытие» – криминальная драма Ольги Зуевой на районе, который снимали во Владивостоке. Финальная программа будет полна сюрпризов. Так зрители увидят и фильм победителей Каннского фестиваля «Магазинные воришки», и португальскую ленту «Диамантина», получившую приз от критиков в Каннах, и свежую ленту Жанна Люка Гадара «Книга образа». Я был на Кинотавре в июне месяце, и как почему-то именно в этом году, как нельзя больше, чем обычно, ко мне, кто-то уже знает, с кем-то мы знакомы, потому что каждый год общаемся, все еще хотят к нам приехать, понимаете. Возьмите нас в Владивосток. Мы были, одни говорят, мы были, и мы уже не можем туда не вернуться. Это свойство, это как бы часть нашего менталитета. К нам все хотят вернуться, особенно творческие люди, потому что Владивосток невероятно творческий город. В этом году интерес к меридианам проявила Нью-Йоркская киноакадемия. На фестиваль приедут ее преподаватели, один из которых, как независимый эксперт, будет смотреть всю конкурсную программу короткометражного кино. Победитель получит приз Академии, недельную стажировку или обучение в Нью-Йорке, Париже или другом городе мира, где есть фериалы Академии. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.